Спидрон Настоящий культ среди обычных игроков и профессиональных геймеров. Какие только игры не проходили на скорость. GTA San Andreas, Doom, Minecraft, Mario и миллионы других игр. Да по ним даже ролики снимают, которые набирают по несколько миллионов просмотров. А некоторые личности умудряются навсегда оставить свой отпечаток в истории игры, пройдя её за максимально короткий срок. Особенно если с таким отпечатком связаны обвинения в читерстве. Скоростное прохождение игр настолько интересный способ провести свой досуг, что по нему сделали отдельный сайт, куда люди выкладывают свои рекорды по всевозможным играм. От обычных аркад до больших ААА проектов. Я тоже не остался в стороне и создал свою игру для мирового спидрана. Этот проект я уже доделал и выложил его на each.io, поэтому каждый из вас может в него сыграть. С вами Айскрим и сейчас вы увидите, как создавалось World Speedrun Game. Погнали! Любая игра начинается с идеи. И моя не стала исключением. Смотря очередной ролик по фейковым спидранам, я понял, что эта тема не только интересная, но и довольно темная. И я тоже решил создать какую-нибудь свою спидран игру. Поэтому я отправляюсь в Unity и создаю проект. В голове у меня тут же всплывают основные теги. 2D, аркада, неон, комнаты, курсор. Основная идея это быстро пройти игру и не умереть. В принципе логично. За основу я взял небольшие комнаты, в которых будут находиться разные препятствия. Но игроку надо чем-то управлять. Сначала я хотел, чтобы он передвигал курсор мыши. Но от этой идеи пришлось отказаться, из-за технических проблем. Тогда я иду в Adobe Illustrator, где рисую геометрические фигуры, которые понадобятся для создания уровней. Создаю кружочек, треугольники и разные виды прямоугольников. В Unity добавляю круг под именем Курсор. Пишу ему скрипт для управления. И теперь мы можем передвигать фигуры в разные стороны. Чтобы случайно не выбросить ее за пределы видимости камеры, я пишу скрипт, который будет удалять объекты при взаимодействии с границами локации. После этого можно прокачать визуальную часть проекта. Естественно, с помощью постпроцессинга. Так как изначально я планировал выпустить игру на компьютер, то даже не стал париться с оптимизацией. И просто выкрутил блум до максимума. Но если вы хотите игру в плеймаркет, то ставьте лайки. Также поменял цвета локации. И теперь игру не отличить от киберпанка. Но это лишь один уровень. А всего я планировал 10. Эта сцена будет чисто для того, чтобы поприветствовать игрока и объяснить ему, как в это играть. Как вы поняли, клиентоориентированность на уровне. Ставлю вот такую кнопочку с надписью старт. Сбоку пишу небольшую инструкцию и парочку скриптов. Когда мы касаемся кнопки, запускается таймер. И мы начинаем раунд. А вот кнопка сюда будет перекидывать нас в следующую комнату. Идеи для остальных уровней мне приходили вообще спонтанно. И про каждый из них я расскажу. На второй сцене я воссоздал небольшой лабиринт. Касаясь красной стенки, мы проигрываем. Но как только игрок доходит до выхода, то он снова оказывается на старте. Но стены начинают двигаться. Отсылка на бегущий в лабиринте. Движение реализовано с помощью анимации. Кстати, и перемещение камеры тоже сделано с помощью анимации. Для кнопки перехода я сделал вот такой эффект. Скрипт считывает цвет кнопки и красит particle system. Какой бы цвет мы ни поставили, система частиц будет его использовать. На следующем уровне я решил сделать настоящую вакханалию. Идея заключается в том, что курсор спавнится в этом месте и предательски сливается с местностью. Но найти его можно, так как нажимая на неправильный объект, тот покрасится в красный. Проходя этот уровень, игрок попадает на сцену, где его прожидают враги. Конечно, искусственного интеллекта у них нет, но они следят за курсором и следуют за ним. Если тебя догонят, то всё. Поражение. Но тут главное выбрать тактику. Можно просто крутиться вокруг них, и они тебя не достанут. Ну и через некоторое время появляется проход на новую локацию. Где нас встречают анимированные треугольники. Ничего сверхсложного тут нет. Надо аккуратно обойти препятствия и дойти до конца. Следующий уровень. Вырвить глазные кислотные цвета и двигающиеся препятствия. Механика та же самая. Быстро пролетаем через объекты и касаемся триггера. Эта локация для меня одна из самых сложных. Потому что надо рассчитать тайминги и проскочить между фигурами. Попадая на очередной уровень, игроку необходимо освободить проход для курсора. Я использовал всё тот же скрипт для управления кругом. И теперь препятствия можно передвигать. Следующая локация требует внимательности. Я расставил ловушки и игроку нужно пройти их, чтобы продолжить игру. Но видимые враги это скучно. Поэтому я создаю несколько больших окружностей, которые будут скрывать опасность. Но если игрок пройдёт, то он попадёт на крайний уровень. В фотошопе я нарисовал два круга с такими вот отверстиями. Сконструировал для них Edge Collider и добавил скрипт уничтожения игрока. Твоя задача попасть в отверстия и не коснуться стенок. Если игрок прошёл все круги неонового ада, он попадёт на конечную локацию. Ну и после завершения игры таймер останавливается. И всё. You're a beautiful man. Но по ходу разработки у меня появились ещё идеи. Побольше эффектов, музыка и таблицы рекордов. Сначала я сделал хвостик у игрока. И когда он перемещает курсор, появляется вот такой эффект. А если сделать время чуть побольше, то получится paper IO на минималках. За музыкой я отправляюсь к своему корешу. Пока пишется музыка, я создаю простую менюшку. Добавляю название игры, создаю кнопку play, настройки, рекорд и выход. Теперь, чё там по рекорду. Я использовал сервер loot locker, чтобы реализовать онлайн таблицу рекордов. Сначала я думал сделать подсчёт лучшего времени. Но, к сожалению, переменные типа float не поддерживаются. Поэтому пришлось сделать подсчёт попыток пройти эту игру. Ну, как бы тоже интересно узнать, как вы там проходите игру. Да. Так как это умная штука, то вы можете ввести своё имя. И оно покажется в таблице лузеров получается. Ну и конечно, все игроки отображаются у меня в личном кабинете. Поэтому я за вами наблюдаю. Но и лучшее время можно увидеть. Я сделал его на начальном экране. И когда мы выбиваем лучшее время, оно сразу отобразится. Ну и теперь, когда у нас всё готово, можно ставить рекорды. Погнали! Залетаем в World Speed Rank Game. И сейчас будем бить рекорды. Придумаем своё крутое имя. И мы оказываемся в главном меню. Ну, погнали! Так, мы оказались на стартовой сцене. И сейчас начнём игру. Погнали! Так, мы оказались на локации с лабиринтом. Оп, всё прошли. Так, теперь, теперь они у нас двигаются. Но нам это не мешает. Оп, проходим, отлично. Так, тут надо найти свой шарик. Где он, где он, где он? Вот он, всё, вижу. Да, чёрт, вижу этот шарик. Так, здесь мы должны убегать от врагов. Просто крутимся по кругу, чтобы они нас не достали. И ждём появления кнопочки. Так, следующая локация, это у нас планированные треугольники. Тут всё довольно просто. Оп, тут тоже. Надо всё просчитать. Оп, успели. Отлично. Так, здесь надо нам по-быстрому всё разобрать. Освободить путь для игрока. Оп, проходим. Всё, отлично. Так, здесь прям аккуратно проскакиваем. Супер. Всё, предпоследняя локация. Тут надо дождаться таймингов. Всё. И в конечное. 67 секунд. Ну, неплохо. Но если вы подумали, что я с первого раза это сделал, то вы ошибаетесь. Оп. Так. Оп. Бля. Ааа. Так, найти шарик, найти шарик. Где шарик? Шарик, шарик, шарик. Шарик. Блин. Чёрт, да ё-моё. Блин, я потерял его. Потерял. Где он? Блин, дебильная игра. Под конец я вообще упоролся и решил проверить свой пульс до игры и после неё. Так сказать, прочувствовать всю прелесть спидрана. На протяжении 20 минут я пытался поставить рекорд в своей же игре. Поэтому знатно вспотел. И браслет показал аж 100 ударов в минуту. Но чё-то мне это не помогло поставить рекорд. Поэтому мой лучший результат 60 секунд 80 миллисекунд. Короче, попробуйте побить. Угу. Вот такая забавная игрушка получилась. Хоть она и выглядит просто, но если заглянуть под капот этой малышки, то найдёте там целых 32 скрипта. Короче, качайте World Speed Run Game и попытайтесь побить мой рекорд. Потом расскажу вам о самой быстрой руке на просторах интернета. Подписывайтесь на мой канал, телеграм, твич и ждите новых видосов. Субтитры создавал DimaTorzok